МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В программе эстафета мы познакомимся с игроками детских футбольных команд из Кировской Апатитов. Узнаем, какие цели ставят перед собой юные спортсмены и какие возможности есть у ребят, чтобы их реализовать. В Кировской спортивной школе сегодня на выбор для ребят 12 спортивных направлений. Шесть из них, а это лыжные гонки, художественная гимнастика, плавание, шахматы и футбол, развиваются при поддержке Всероссийского движения, Детям России, образования, здоровья и духовность. У юных северян есть возможность развивать свой потенциал, участвовать в спортивных фестивалях, оздоровительных сборах и даже программах волонтерства. Футбол во всем мире считается самым популярным командным видом спорта. Игра в мяч в спортсменах тренирует выносливость, терпение, умение быстро принимать решения, а также развивает лидерские качества. Сегодня в спортивной школе мастерство владения мячом оттачивают 120 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Каждый из них мечтает не просто научиться забивать ворота соперника, а выйти на одно поле с лучшими игроками высших футбольных лиг. Я всю жизнь футбол отыграл и так сквожусь, что с детства была такая заложенность преподавания именно как-то футболом. Он развивает в первую очередь скоростно-силовые качества, как прыжок, ловкость, гибкость, координацию. Все, и можно в принципе уже в течение, когда они занимаются, уже мыслительные процессы тоже в голове работают. Без тратарии шептнятия решений и так далее. Никита Лыжечко – действующий вратарь футбольной команды «Апатит» и по совместительству тренер. Свой профессиональный опыт он передает начинающим футболистам. Работает на технике бега, показывает финты, учит дисциплине и концентрации внимания. Никита Сергеевич говорит, играть в футбол может каждый, не важны возраст и физические данные. Но чтобы добиться выдающихся результатов, игрок должен приложить немало усилий и прежде всего научиться преодолевать себя. Будь внимательным, слушать, что говорит тренер, стремление должно быть, что-то хоть достичь. Не просто прийти там, отпинать, отбыть номер, а стремление стать лучше, стать, заиграть на хорошем уровне, в дальнейшем. На занятиях игрок пробует себя в четырех основных позициях. Вратарь, защитник, полузащитник и нападающий. Чтобы понять, какая роль ему ближе и развиваться в нужном направлении. Полузащитник – это не позиция забивать, это отдавать передачу. Ты должен отдать передачу, чтобы человек, которому ты отдал передачу, он легко мог забить. Леон Кайтмазов впервые пришел на тренировку три года назад. После просмотра футбольного матча мальчик решил, в будущем составит конкуренцию игрокам «Зенита». С таким рвением к победе первые результаты не заставили себя ждать. Первое соревнование у меня было, как я тренировался две недели, в «Апатитах» третье место заняли, 10 команд было. Я там забил где-то 10 голов на всех матчах. Очень хороший тренер, очень хорошо тренирует. Еще один защитник команды 2013-2014 года рождения. Иван Крепец в копилке достижений имеет сразу несколько выдающихся наград. Иван не раз становился лучшим игроком месяца и обладателем кубков за победы на футбольных турнирах. Каждый выход на поле, говорит мальчик, ощущается как первый. Волнение, конечно, присутствует. Надо быть про храбрее, про соперников. Есть хорошие соперники, есть такие соперники, которые только начинают и когда уже вырастут, будут играть хорошо. Ну и если вот хорошие соперники, тогда вот мне нравится. Вот есть с кем хорошо поиграть. У каждого футболиста есть мечта, связанная с футболом. Там хорошо, ну то есть играть в хорошие лиги, там РПЛ, например, английской лиги. С ребятами постарше вот уже восьмой год занимается Алексей Андреев. Как правило, он предпочитает тренировать на свежем воздухе. Не исключение и зимний сезон. Свежий воздух в первую очередь. Физическая подготовка очень хорошо здесь подтягивается. На снегу, конечно, это такое специфическое покрытие, тяжелое, так скажем. Здесь что-то натренировать сложно, но общую физическую подготовку мы подтягиваем. Ну и опять же здоровье в первую очередь. Дети дышат свежим воздухом, дети очень много бегают, здесь не так травмоопасно, поскольку ребенок упал, здесь мягкий снег, все хорошо. Все тепло одеты, даже если на улице холодно, то есть мы готовы к этому и спокойно проводим тренировки. Иногда приходит ребенок, видно сразу же физические данные, такую, да, одаренность. Редко, но бывает прям, видишь, талант. Ну, талант и вот эти вот все данные, они без работы на тренировках, как правило, много не дают. Поскольку он в детстве один ребенок, занимается лучше, ему исполняется 14-15 лет, другие, может быть, у него заботы становятся, может быть, другие ребята набирают. То есть здесь самая главная работа на тренировке, посещать тренировки. Помимо посещения тренировок, самостоятельно заниматься на улице, играть во дворе, заниматься в школе, там, физкультурой, да. То есть чем больше ты работаешь на тренировках, тем и результат будет лучше. Я занимаюсь два года, мне вот привело после того, как я посмотрел матч, вот финал Лилии Лиги чемпионов, я захотел вот как они играть. Это помогает так, вот жизнь вот быстрее вот доходить до одной цели, от одной за другой. Арсений Скиданов только начинает свою спортивную карьеру. Он уверен, труд и упорство помогут ему в исполнении своей самой заветной мечты. Арсений хочет стать профессиональным футболистом. Еще один игрок – старшая группа, Андрей Бояринцев. Планирует продолжить тренировки и стать игроком одного из лучших футбольных клубов страны. Мальчик рассказывает, так было не всегда. Желание бросить любимый вид спорта в самом начале тоже было, но Андрей вовремя нашел нужное решение. Просто начал не реагировать на критику и просто начал играть на удовольствие. Тренер хороший, мне он нравится очень. Команда тоже, много друзей сюда пришло. Конечно, есть куда расти, проводятся различные соревнования. Да, их в Мурманской области не так много, но есть команды, которые за счет каких-то спонсоров, за счет сил родителей выезжают на соревнования в разные города. Ребята себя проявляют и бывают случаи, когда ребенок выступил здорово на соревнованиях, попал на карандашик и пригласили на просмотр в команду уровнем повыше. Такие случаи тоже бывают. Кого-то пораньше, кого-то попозже. Есть случаи, когда ребенок выпустился из спортивной школы, поступил на учебу в университет в другой город, а там есть, допустим, команда при университете, либо при городе. И если он может создать в этой команде конкуренцию, конечно, его позовут. И он будет играть. Такие случаи есть. В аппотетах футбол тоже развивается. Например, в футбольной школе «Лидер». Тренеры с ранних лет воспитывают в спортсменах боевой характер и готовят их к поступлению в спортивные школы и училища. Лидер открыл свои двери для юных северян 6 лет назад, в 2017 году. Сегодня на базе школы занимаются почти 80 ребят, от 3 до 7 лет. Каждый из них по несколько часов в день целеустремленно работает над общей физической подготовкой, выносливостью силы и удара, оттачивает финты. И все для того, чтобы на соревнованиях получить отдачу, заслуженное первое место и золотую медаль. Я очень строгий тренер. Ко мне, скажем так, не скажем так, а как есть. Очень многие боятся ходить, потому что у меня в первую очередь самая главная дисциплина. А почему строгий? Потому что я требую от детей не какого-то там сумасшедших, каких-то там обводок, финтов, ударов. Нет. Я требую самое простое. Это то, чему мы их научили. То есть это простая техника, которую зачастую они начинают немножко забывать и придумывать свое. А как бы мы учим их, чтобы они то, что они приобрели, правильно использовали. И в дальнейшем стараемся прививать этим детям любовь к спорту, социализацию полностью, любовь родителей тоже к этому виду спорта, чтобы они детей не боялись, отпускали. И как бы мы даем основы техника, не боясь мяча. Дмитрий Александрович – главный тренер футбольного клуба. Как говорят его воспитанники, всегда собранный, строгий, но справедливый. На поле учит не только пинать мяч, а просчитывать соперника, сохранять концентрацию и не поддаваться на провокации игроков. Благодаря такому подходу количество травм удалось свести к минимуму, а количество побед – к максимуму. Хорошие игроки играют. Команда хорошая. Везде, в всех командах. А бывают, например, в игре, что соперник себя очень жестко везет? Да, бывают. А как тогда бить? Как себя вести? Я просто и тут ничего не замечаю. Футбол входит в тройку самых травмоопасных видов спорта, но при этом не становится менее популярным. Марк Кудряшов впервые вышел на поле три года назад. За это время он стал одним из сильнейших игроков школы и заслужил звание капитана сразу двух команд – 2014 и 2015 года рождения. Мальчик рассказывает, сохранять самообладание и концентрацию не только на поле, но и в обычной жизни – первое правило, которому учит тренер. Футбол в ребенке развивает очень много качеств. Во-первых, они социализируются с самых юных лет, они тружат, они знают, что такое коллектив, потому что мы развиваем не только спортивные качества детям, а и вообще хотим заниматься воспитанием мужское, что-то хотим им прививать. Самый крупнейший турнир, который проводился – это «Битва городов». Спартаковцы играют юниорг, и вот нас за Мурман звали играть. Там в этом году порядка 300 команд было. Это крупнейший детский турнир, да, там даже с ближнего зарубежья были ребятки. И очень классно, хорошая конкуренция, хороший уровень. Ну и ребята демонстрируют наш футбол, который мы им проповедуем, пропагандируем. Роман Евгеньевич помогает следить за общей физической подготовкой ребят. Тренирует в зале и в бассейне, а также занимается организацией выездов на соревнования разного уровня сложности. В начале года футбольный клуб «Лидер» взял серебро на отборочном этапе международного фестиваля «Большие звезды светят малым», а осенью стал абсолютным чемпионом Золотой лиги в городе Петрозаводске. Савелию было 4 года, ну все начали спрашивать вообще, ну куда мы пойдем, я говорю, чем ты хотела бы заниматься, там может быть плаванием, не хочу, борьбой, не хочу. Я говорю, может быть футболом? Да, давай футболом. Мне очень нравится, что в этой школе воспитывают характер, сдержанность, потому что, ну то есть, ну он более терпеливый стал. Ну в принципе слез я у него и раньше не видела, как бы он такой и так терпеливый. Ну здесь он, вот я сам, то есть тренера все время вот учатся к тому, что, ну это будущие мужчины, солдаты, то есть все должны делать сами, переживать эмоции сами. По словам Анастасии, уговаривать сына посещать тренировки ни разу не приходилось. Савелий сразу вышел на позицию нападающего и вот уже 3 года разбивает защиту вратарей. У мальчика даже появился первый кумир. Вообще нормально. Потому что он, он трудился над своим телом, игрой, старался. Я хочу выиграть чемпионат мира. Сокомандники Савелия поддерживают. Каждый из ребят на тренировках выкладывается изо всех сил, чтобы достичь выдающихся результатов и играть за лучшие футбольные клубы страны. Я увидел в матче, как играют футболисты, и мне понравилось. Я могу забивать со своей половины поля, обыгрывать, стоять хорошо в защите. Больше всего нравятся соревнования. В них мы получаем хорошие награды, иногда даже личные. Я получаю удовольствие от игры. А есть ли у тебя мечта, связанная с футболом? Да, стать хорошим футболистом и играть в топ-лигах. Сегодня у кировчан и апотечан, кто любит играть в футбол, есть множество возможностей. Ребята могут вступать в местные футбольные команды и развиваться на уровне региона. А могут пойти и дальше, выйти на всероссийский и даже мировой уровень. Такие истории тоже были. Ведь опытные тренеры не только научат базовым навыкам, воспитают настоящий боевой характер профессионального спортсмена, но и подскажут, как и где лучше всего показать себя. Я же с вами прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске.